Привет, меня Сергей зовут, и это череда из четырех выпусков, которые будут выходить каждый день, где в конце каждого выпуска я буду разыгрывать по одному графическому планшету. Но не простому. Графический планшет я разрисую, как предложит гость этого выпуска. Каждый из четырех выпусков свой гость с уникальным заданием для меня, чтобы нарисовать это на графическом планшете. Планшет с одной стороны будет полностью пригодный для рисования, а со второй стороны будет иметь какой-то дизайн. Какой? Погнали смотреть. И последний четвертый гость в этой череде роликов, последний четвертый выпуск этой рубрики. Астра, Наталья, посмотрим от нее задание. Всем привет, я снова не на своем канале, но здесь я только с одной целью, чтобы дать задание по рисованию. Твоя задача будет заключаться в том, чтобы нарисовать персонажа из аниме «Великий из бродячих псов», который был создан благодаря такому писателю, русскому писателю, как Достоевский. Я дополнительно прикреплю референсы, чтобы было легче. Аниме, на самом деле, само по себе очень сильно связано с литературным миром. Там есть, кстати, и Пушкин, и Гоголь, и даже Агата Кристи. Но там, как вы понимаете, в большинстве своем идут именно японские писатели. Но, я думаю, что мы... Инраша, мать ваша. Поэтому мы будем с вами нарисовать Достоевского. Ну, как мы. Тебе придется рисовать Достоевского. Я не хочу ограничивать тебя в художественных материалах, поэтому рисую просто всем, чем только захочешь. Главное, нарисовать папочку Достоевского. На этом моя миссия практически завершена. Поэтому я на данный момент с вами прощаюсь. А тебе пожелаю удачи в нарисовании. Спасибо большое. Воу! Инраша, мать ваша. Так, ну да. Что ж, это последний выпуск. Остался всего один планшет. Самый большой. Самый крутой. Наташ, сегодня будем рисовать на нем твою просьбу. Погнали, распакуем. И все нарисуем. Вот он. Гигантище. Просто гигантище. RTP700. Последний, завершающий этот сезон планшет. Кто еще из видеоплагеров делал сезон розыгрышей планшет? А? Раз, нос, по-моему. Черный? А, тут только либо черный, либо синий. А это черный или синий? Какой он, сука, громадный! Просто в жуть! Вау! Это серый или синий? Серый. Блин! Вы смотрите! О! Я два метра ростом! Фак! Он огроменный! Вот эти вот кнопочки сенсорные. Вообще они... Фью! Боже мой! Боже мой! Вы смотрите! Тонюсенький! Тонюсенький! Огромный! Тонюсенький! Огромный! Вау! Я сегодня андертальцем чувствую. Ха-ха-ха! Ух! Пальма! Комплектация, опять же, сразу все видна. И причем здесь у нас, наверное, самая простая просьба за сезон. Это просто Достоевский. Единственный персонаж. Но я думаю, мы немножко поменяем правила. Не то, что поменяем, а я же могу нарисовать, по сути, все что угодно. В любом его оформлении. Чисто одного Достоевского будет так себе, наверное. Ну, слишком большой планшот достался. Фанаты Бродячих Псов, налетайте. Это очень лакомный кусочек. Погнали нарисовать. Последний планшет. Самый большой. И самая простая по описанию просьба. Но, по сути, это единственный раз, когда я рисую персонажа достаточно сложной анатомии. То есть, Клинок по демонам был в формате Чиби. И Тачи был в формате Феечки. Янина просьба была с Gravity Falls. А тут прям полноценный немый персонаж со своим законченным дизайном. Причем, которому надо сохранить каноничность. А это доставляет небольших трудностей. К сожалению, я не досмотрел аниме до момента, когда появляется этот персонаж. И мне пришлось выдумывать на ходу ему основную палитру цветов. И как предмет композиции был выбран пламя. Опять, как, собственно, в первом выпуске. И в выпуске Snow Ray. Но, неважно, огня много не бывает. Правильно, правильно. Огонь крутой, огонь тема. И, естественно, по традиции жанра я наношу все цвета последовательно. То есть, телесный. Потом опять телесный. Потому что первый слой может криво лечь. И очень важно его нанести адекватно. И нормально. Вот как он, пролетики маркеров в расфокусе. По-моему, красиво. И теперь наношу серые цвета. Все вот эти швы, рукава, защёлки, прочее. И, честно говоря, я, наверное, если меня спрашивают, какая мне работа понравилась больше всех. И расставлять их по топу. В плане не планшета, а именно иллюстрации. Планшеты все последние версии. Все крутые. Разница, по сути, только в размере и компактности, удобства. То есть, кому какой больше требуется. В зависимости от его нужд. Железо там внутри практически идентично. Ну вот именно по дизайну, если спрашивать. Наверное, мой любимый будет это Gravity Falls. Потом... Нет, клинок. Да, я переобуваюсь. Клинок. Мне очень понравился планшет по клинку, как получился. Потом Gravity Falls и Itachi. Пусть они вот делят второе место, потому что это фантастика. И Itachi за счёт своей идеи и с радостью великолепен. А Gravity Falls за счёт интересных образов. Нестандартных для этой истории. И на последнем месте, на третьем точнее. Это будет вот эта просьба. Не потому, что просьба какая-то не такая. А просто из-за того, что все остальные истории я знаю. Я очень люблю Наруто. Я очень люблю Клинок по демонам. Я очень люблю Gravity Falls. А братья чипсы не то, чтобы я очень люблю. И от того, возможно, это откликается. Но это не значит, что я не постарался над работой. Естественно, рисовать на графическом планшете в формате digital. И рисовать на графическом планшете буквально. Это разные вещи. Я думаю, вы все это понимаете. И не будете писать, что... Раньше ты рисовал лучше. Нет. Всё зависит от того, где я рисую, ребята. Это очень, честно говоря, сказывается на качестве иллюстрации. Плюсом, здесь моя задача сделать так, чтобы это не стерлось, не смылось. И даже если человек что-то прольет, оно не пропало. А это значит, надо работать посткопенами. Акриловыми маркерами, которые въедаются вообще во все на свете. Просто страх бабулек, которые боятся за перманентные маркера. Что, ой, не отстирается. Вот это не отстирается. Никогда и ни от чего. Просто это надо вымачивать в мицеллярной воде. Как будто Джокера, который свалился в этот чан с кислотой. Тогда, наверное, оно смоется. Но, тем не менее, такая работа получилась. Фанаты Бродячих Псов, не бейте меня, пожалуйста. Если у вас появилось такое желание после этого. В любом случае, я надеюсь, вы будете рады такому планшету. И не забывайте участвовать в розыгрыше. 16 октября. Подведем итоги. Также ты спросишь получить планшет. Все супер просто. Оставь комментарий под этим видео с указанием твоей соцсети. В идеале, там, ВКонтакте, Телега, что-то из этого. Я проверю, подписан ли ты на канал. Стоит ли у тебя все, что требуется под этим видео. И случайный человек по принципу рандомайзера получит этот планшетик. Итоги всех розыгрышей, всех четырех планшетов вы можете увидеть вот в эту дату на моем стриме. Если вы пропустите стрим, то не волнуйтесь, будет запись на канале. Поэтому вы в любой момент сможете посмотреть трансляцию и увидеть, кто выиграл. Не пропустите однозначно хотя бы запись стрима. Но в идеале быть на нем полностью, чтобы испытать эти радости рандома и так далее. Поэтому буду вас ждать. Вот в эту дату, вот в это время не пропустите. А теперь погнали покажем дизайн нашему гостю и посмотрим на его реакцию. Привет. Как за настроение, дорогой зритель? Ты знаешь, на чем я рисовал? Ну ты говорил, что ты будешь рисовать на графическом планшете, типа прямо на самом... Да. Прямо на самом, да, табле. Тебе достался самый огромный, самый большой. Я очень хочу, чтобы ты честно ответила, как я справился с задачей. Вот получается планшетик. Вот получается экран. Как волнительное, е-мое. А почему именно бродячие псы? Можно вот сначала спросить. Я их люблю. У меня даже сережки сегодня с, по-моему, с дозаем. Да. Из великих, из бродячих псов. Неплохо. Я приношу извинения за осквернение твоего любимого анима. Потому что это было сложно. Я не сильно понял, как одного перса вообще растянуть на большой достаточно формат. И я, честно, я смотрел про эти чипсы, но я не досмотрел до Достоевского. Я забросил это анима, к сожалению. Поэтому я не знаю, что он может. И, возможно, то, что я изобразил не канон. Но я отталкивался от того, что это литературный писатель. Ты что так медленно? Вот так он у меня получился. Ой, книга. Ой, прошу прощения. Вообще, по-моему, его основной цвет фиолетовый. Так что ты чисто теоретически почти попал. Ага, ну хотя бы, да, не желтый я выбрал. Но всяко... Вот так вот. Вообще классно. Честно. Я вижу, я знаю, что он кривоватый, капец. Потому что мне неудобно было работать маркерами этими. У них толстые насадки достаточно. Но вот чисто по оформлению. Вот я постарался вписать его. Ну, чисто я особо кривизны не вижу. Возможно, потому что у меня тут небольшой экран. Я не сильно прям в HD вижу. Так что... Понял. Нормально справился, да? Да, справился. Хорошо. Спасибо тебе большое за просьбу. Вот. Этот планшетик заберет один из зрителей этого видоса. Тот, кто вот сейчас смотрит это. Поэтому ты можешь пожелать какие-то... Какой-то удачи человеку. Желаю вам. Кому вам? Один только человек это получит. Тебе. Да, тебе. Удачи. Не знаю. Это, наверное, скорее всего будет выбираться при помощи рандомайзера. Поэтому умоли технических богов. Богов компьютера и рандомайзера. Что тебе это досталось? Какими качествами должен обладать человек, который получит закастомленный по бродячим псам планшет? Мне кажется, человек, который увлекается бродячими псами, обоссыдится от расти. Надеюсь, у тебя есть губки, чтобы впитывать всю эту мочу от счастья, которую ты испытываешь. Прольешь, получив этот планшет. Буа. Все. Теперь мы просто прощаемся. Это все. Все. Всем пока. Пока. Это был финальный выпуск. Последний, четвертый розыгрыш планшета. Мы разыграли четыре. Но еще не разыграли. Напоминаю, все на стриме произойдет. Вот дата. В это время. В это число. Вы все увидите. Поэтому жду вас на стриме. Подведем итоги. Выберем четырех счастливчиков за протяжение всех этих розыгрышей. Да победит тому, кому правда он нужен. Всем пока. Увидимся.